18 нефтеюганских семей еще в 2015 году вложились в строительство дома номер 3 в 11 микрорайоне, однако квартир так и не дождались. Я хочу, чтобы вы все здесь разобрались, чтобы не осталось 18 семей без квартиры. Мы живем в двухэтажке, где искошенные подъезды и бараки, и все на свете. Но сколько можно 40 лет жить в этом деревянном доме? Застройщик ссылается на то, что два года назад им не продлили аренду. Администрация поясняет, что по договору развития аренду они продлять уже не имеют права, ведь к 2020 году дом уже должен быть достроен. Все это время шли суды и не в пользу застройщика. Участие было предоставлено в 2015 году и до 2020 года строительство как такого не производилось. На встрече было найдено решение, которое устроило все три стороны, в том числе и жильцов. Администрация готовит участок под новый аукцион. Застройщик заключает договор повторно и достраивает многоквартирник. Депутаты условились держать ситуацию на контроле. Также на встрече обсудили реализацию сразу нескольких нацпроектов по образованию. К примеру, сообщили о заключенном соглашении по строительству школы в 17 микрорайоне. Заключено конституционное соглашение по строительству среднеобщевразовательной школы в 17 микрорайоне на 1600 мест. Согласно конституционному соглашению в декабре месяце должен быть проект, предоставлен администрацией города проект будущей школы. По нацпроекту экологии отчитались по старой свалке на восьмом километре. Планируется, что ее консервации займутся в следующем году. А вот по 50 несанкционированным помойкам депутаты недовольны сроками ликвидации. Департамент ЖКХ поясняет это нехваткой средств. Их запрашивают. Но единороссы предлагают усилиться в вопросе контроля и установить фотоловушки, которые помогут избежать новых незаконных скоплений мусора. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».